всем привет наш дорогие зрители и подписчики канала мы в бангкоке ребятки как всегда да ребята сегодня нам предстоит очень длительная дорога по названию я думаю понимаете что происходит мы улетаем из таиланда и летим с корабля на бал летим делать моей маме сюрприз у нее завтра день рождения мы завтра улетаем завтра прилетаем договорились брательником отмечать у брательника поэтому этого самолета поведен в общем ребятки я не буду затягивать сегодня будет выпуске очень много информации полезной будем делиться своими какими-то моментами поэтому с вас как всегда лайкосик комментарий и погнали в холода как говорится на заработки в морозы let's go прилететь в таиланд это одна история на самом деле а вот улететь из таиланда это другая история потому что она дороже тачках мы и шри-ланки улетали обратно в турцию было дороже в общем берем вон пять паспортов и покупаем билетики билеты нам обходятся в ого-го сумму осталось последнее касание так нажать оплатить это самые дорогие билеты вообще которые мы когда-либо покупали в одну сторону в один конец но мы решились что делать то нажимаем идет оплата 192 тысячи решили мы багаж не брать поэтому у нас на 8000 дешевле будет все у тебя осталось всего лишь 9000 рублей вот так вот все деньги списаны поздравляем ваши билеты в город москву оплачены код бронирования и так далее ты рад бабушки поедем на рано поедешь артир дион снег хотим вот и будет вам снег снег не хочешь выпуски утра начинаем с завтрака будем пить кофе сходил я в 7-11 купил кофе йог очень удобная функция здесь в тайчику что в каждом доме почти есть 7-11 подошел к ним купил кофе йог горячий класс нет за пальцем это машина или с чем булок набрал поел и отправился в путь мы собрались по сути все ничего новенького у нас и не прибавилось еще от этой сумки мы тоже избавимся потому что там у нас зимние вещи в них полетим нет добавилось вот у нас две корзинки с фруктами еще точке покупали много игрушек песочных и вот этот огромный мешок оставляем здесь вот так вот с каждым переездом у нас где-то остаются вещички до нас конечно фрукты напрягают от настенка ругается все собрали обожаю самовыселение самозаселение нужно ждать какие-то что-то короче вот эти лишние передвижение дед пришел ключи взял зашел вышел дверь закрыл ключи оставил и поехал дали сейчас вызываем такси на последующих до рассказываю приложение in drive скачиваете устанавливаете быстро и легко мироша отойди машина стой иди сюда сейчас посмотрим сколько будет такси стоит сколько будет ехать по времени ну и там уже банкок заселение ладно поехали вон еще мироша на хвост коляски сел все короче срочно выключаю как ждем предложение по водителям вот пишет и что водителя 1000 бат toyota inova toyota yaris сейчас кого-нибудь выберем все мы в такси утром бывались машинка маленькая но у нас все влезло компактно очень ехать нам 120 километров не так души много будем заселяться прощай баттайя не прощаемся конечно но говорим до свидания в любом случае мы добрались о так фруктики идите сюда сейчас быстренько выгрузимся и заселяться а он тут помогает немного дали нам номерочек так до второго этажа едем как будто до пятого раз будем вышвыриваться пойдемте смотреть мирошка давай давайте 200 201 203 смотрите ну что же добро пашка где бабушка мирошка горит а где баба мирошка мы еще полетим к ней прикиньте так короче наш номер как всегда очень классное освещение в кавычках да но по крайней мере номер прикольный потому что пахнет класс вообще отель выбирали по отзывам что здесь вроде как должно быть все хорошо здесь у нас фен зеркало полотенчики постелька вот так вот там короче ли ты какие-то постройки я не знаю ну да поэтому шторку не откроешь теле холодильничек что здесь кофе есть чайочек водичка красота и ванная комната единственно что я вот вообще не понимаю как здесь включить свет вот я нашел отлично кабинка туалет ножное полотенце что здесь мыло и палочка ну короче все как обычно вот эта отельная штуковина ух добрались да как говорится без пяти минут уже у у бабушки до мира все где бабушка должна открыться это дверь сегодня все поднимаешь данность нормальный номер кстати таки в принципе отель а завтра все это спускать надо номер этот нам обошелся всего лишь в 900 бат прикиньте мы вот прям возле аэропорта я вообще думал мы дойдем пешком а в итоге пока ехали я понял что не 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 вариант на карте чуть-чуть а по факту такой кружочек надо сделать это мы будем завтра вызывать снова такси так чё еще чё еще чё еще все еду сюда будем заказывать столешница большая лететь далеко долго поэтому да но у нас прямой рейс вы это помните но об этом уже подробнее чуть позже буду рассказ пока будем ждать посадки расскажу почему так и не по-другому что досматривайте до конца и не перелистывайте ни в коем случае аэрофлот нам прислал уведомление что открытая регистрация на рейс ведь и завтра вылет 12.35 часов 10 надо уже быть в аэропорту и проснемся да поедем и завтра же прилетим прикалываете до 1845 круто кстати такси нам обошлось в 1000 бат плюс 200 бат платные дороги 1200 мне кажется еще классные цены на самом деле здесь и такси и очень удобно мы решили немножко прогуляться по нашему району дайте до магазина купить еду воду когда поедим еще это да надо подкрепиться здесь кстати стоит этот вейтинговый аппарат в отеле там всякая лапша проще все продается по сути-то но мы хотим не лапшу очень такое типа может три сочи какой-то савана вообще затопаем местный колорит здесь и он дома но этажный прикольненькие вот я же верю мы вот прям возле посадочной полосы остановились красавица заходит на посадку класса замеров 7-11 настолько крутой магазин что ты приходишься просто он за 40-45 бат выбираешь уже готовую и дужную промолновочку все это дело кинул подогрел и красота есть мороженый суп на природис и омлет вот но у нас идеальная история вот смотрите жареная лапша который я очень люблю я жареный рис ладно сейчас что нибудь возьмем и пойдем уже домой кушать или мы еду вот так вот питаемся салатик сёмгой еще есть рис с курицей мы решили не заказывать еду потому что так подумали не дай бог там деньги там закажешь в дорогу с унитазом обниматься тоже не очень хочется поэтому купили в сэвене проверены миллион раз регистрируемся на рейс выбирая места здесь он пол самолета занято здоровый самолет 3 4 3 вообще мы выбрали вот так вот будем сидеть если к нам никого не подсадят то это будет конечно очень удобно но не факт готовимся готовимся мирошка вам пробует курточку мирошай бабушки поедешь соскучился а вот еще тебе напяним это тебе вот не по океанам все все ты готов на и добрейшего утрец и ребятки то самое утро когда мы шорты меняем на штаны лучше с начесом на самом деле все переодеваемся иди в аэропорт ух мы готовы утро только началось только начинается создать сложная дорога а мы уже устали носочки одели даже понимаешь да мы сейчас быстро снова вызываем такси подпишет 140 бат будет стоить какая-то там toyota и но он далеко находится наверное вот это вызовем давай ладно поехали что родион пару слов про таиланд вот или есть очень крутая опция у них ходит шаттл 150 бат стоит не знаешь человека нет но мы уже вызвали такси поэтому нам не актуально все на сен как тебе тайчик понял слезы на слезы радости или слезы грусти не хочу не хочешь холод но что сделать если у тебя больше нет денег будешь снег есть парни приехали бы еще в тайк можно да это клево но в другой раз чего-нибудь другое посмотрим я сейчас не знаю как считается ручная кладь мы только с ручной клади едем но у нас плюс коляска а в коляске на самом деле у нас еще плюс багаж вот сюда утрамбовали все ну плюс-минус нужно этом кепки игрушки мирошкины что забрали не знаю может быть нас попросит это выкинуть да и вообще у нас две дополнительных вот этих как они проняты настена подсказывай мне клетки для фруктов как они вообще считаются как бы не пришлось что вам скажет в аэропорту нетушки оставляйте вы не проходите по объему и нам придется два рюкзака с вещами просто оставить и забрать с собой фрукты ладно надеюсь это все будет норм держим пальчики отходи берешь аллоу отойди мирот машина заезжает карета подана грузимся он мирошка помогает руководит руководит процесса молодец молодец давай ребяточки мы в аэропорту доехали отлично водитель попался счет как классный всю дорогу ехали смеялись переводили научили его говорить пока пока ну велкам самое сейчас что сложно и как всегда это проходить вот эти вот все различные контроли нашли свой рейс самый последний вот 1235 аэрофлот нам нужна стойка регистрации у идем ее искать она конечно далеко если честно прям получается самое последнее вообще повезло просто нереально блин так у нас вроде есть посадочные талоны но единственное что надо уточнить до автомат с водичками как-то нам нужно все равно получать посадочные или не нужно показать просто в телефоне не знаю сейчас будем разбираться аэропорт достаточно большой прикольный все ты боишься не бойся мы уже зарегистрировались нам дали вот эти посадочные талоны на почту пришло но я так понимаю что здесь должна быть какая-то стойка подходишь сканируешь корр-код и тебе их печатать все обошел ничего нету стоим стойку регистрации без багажа надеюсь мы без багажа все на зарегистрировали сейчас идем на паспортный контроль а еще хочу остаток денег поменять либо на рублей либо на доллары начинайте здесь какой-то этот аппарат поменяли деньги единственное что рубление не выдают дали только доллар ну да и ладно кстати чё сказать что банкок единственный аэропорт где бы мы ни находились где вдумайтесь просто вход в аэропорт вообще без единого турникета здесь нету ты просто входишь как не знаю все домой почему так как выглядит сверху зал оба а мы идем на паспортный контроль ходим и короче как за тупан и наверх поднялись там закрыто спустились вниз на эскалаторе вроде не пускают потом в итоге вот разобрались а мы сначала сюда же и дошли вот типа fast track но я так почитал здесь какая-то бизнес зоны и так далее вернулись обратно она нам говорит типа с бэйбиками идите через бизнес зала кстати нас тут регистрировали на стойке но посадочные выдавали тоже на как типа бизнес-зал короче дети это бизнес на самом деле короче нас тут вывернули вообще полностью все что можно было вывернуть вытащили нафиг абсолютно все ну чё нельзя было забрали аллилуйя мы все прошли попадаем в зону дети фри нам сейчас нужно найти наш выход короче ребят лайфхак никогда не занимайте очередь за семьями с детьми на наш паспорт и контроль долго проходили она досмотре вот нам я быстро подснял что смог потому что нельзя вообще снимать нас полностью почти разделена сняли даже ботинки туда засовывает вышвырнули да просто тапки сняли вывернули все портфели позабирали все что нельзя было возить собой там какой-то напиток мы брали родителям но в итоге это ножнички забрали еще хоть фигню забрали дроны посмотрели пауэрбанки сверили жесть ладно ищем наш рейс вот он ей и 5 вот он стоит огромный блин вот это да у нас живите во все идет посадка вот все люди уже все нам тут уже даже кричат что москву москву пацаны пойдемте пойдем самолет у нас еще будет битком мы просто стоим в большой очереди на посадку все мы сели вообще нереально забит конечно самолет мы даже еле тромбанули свои вещи это просто как мы так и подумали вообще у нас есть столики какие-то книжки здесь вот зарядки можно заряжаться что хорошо всякие юсбишки под разные и естественно есть монитор а вот фильмы наверно будем какие-нибудь смотреть лететь нам 10 часов представляете 10 часов 10 минут это очень долго это самые длительный наш полет и самый дорогой здесь вот идут такие пакеты сочи правда мы не в сочи дай в капочке беруши беруши очечки помада увлажняющая мирошка живет конфет куда сына парни вон там впереди нас они уже выбирают чего посмотреть сидим и обсуждаем что мы откликли этого количества русских людей в одном пространстве ну да постоянно чего сейчас летали до этими иностранными компаниями сейчас наверное еще знаете чего вы напишите ты же хейтил аэрофлот на самом деле хейт он остался просто у нас не было даже выбора потому что прямой рейс он был единственный и он нам обошелся хотел сказать всего лишь но ни разу не всего лишь увидели цену если лететь с пересадкой то это вообще днище там по 24 часа в другой стране сидеть короче вообще не охота поэтому прямиком на день рождения к мамульке летим сюрпризом хорошо что фрукты не забрали потому что ты сейчас аэрофлотом пролетишь и скажешь что что типа классно наверно посмотрим значит есть всякие сериалы игры можно позалипать 10 часов порубиться это очень хорошо так это можно почитать что посмотреть и как sky shop на это вот магазин здесь можно купить понятно ну ладно нам это не надо так вот нам лететь осталось в 9 59 мы еще не взлетели 10 минут уже как бы пролетели 8501 километр вот это да летим и со скоростью 10 километров в час мы так будем лететь несколько лет не стать есть крутая опция внешняя камера дети можно даже на gopro ничего не снимает тебе так все виде вот обзор вниз можно посмотреть у тебя себе сочтена кроты ну ладно давай любой посмотрим посмотрим платные ли так ну-ка смотреть например в общем на самом деле есть чем заняться 10 часов все желайте нам приятного полета я даже не представляю что делать 10 часов на самом деле но я думаю что сначала мы покушаем потом включу компьютер поработаем помонтируем поспим вообще просто в облакам смог залетели мирушка у нас кайфанул пока мы взлетали вау вау там лайкосики заряжал и сразу вырубился но и сейчас готовимся к получению наушников потому что хочется залипнуть просто фильм получение каких-то презентов для детей на самом деле вон монитор игры самый главный президент не знаю будет будет не так главный наушники выдали сейчас будем смотреть фильмы теперь я покажу что здесь бродилка вот такая вот развивающая штука про планеты есть карандаши я так понимаю есть ручка и вот такая вот картонка с которой можно собрать самолет и про мирошку не забыли дали ему . это подарочек чуть позже откроем когда мирошка проснется сделать это сам просмотр фильма прерывается потому что начинают разносить и еду и напитки сейчас посмотрим как порвит аэрофлот своих любимых пассажиров мы ждем виду у темка зря времени терял вот он собрал этот самолет срочно пристегнутся самолет зоне турбулентности а так хочется есть интересно что объявляют зону турбулентности но при этом продолжают разносить напитки вот когда в тай летели там выдавали предлагали пиво не знаете маленькие банки все здесь выдают нормальную ноль пятку шигулей фирменный аэрофлот от брендика ну а кто все контролирует сок на самом деле с этого и надо было начинать желаем вам приятного полета я все это время смотрю фильм казахстанский называется вперед блин ребятки обязательных просмотров вообще прям берите после нашего выпуска смотрите этот фильм хайфанете так у нас большой обед мирошка проснулся словами это тоже твое это сок яблочный аккуратно давай мирошка спросоник пей вот здесь предлагают макароны с курицей либо рис с белой рыбой так выглядит курица так булочка здесь еще пироженка салатик маслицы сыр слушайте ну богатый обед да вообще клевый ага это моя порция ну все будем кушать приятного аппетита блин молодцы аэрофлот зря бочку гнал ну слушай за 200 тысяч можно и такой обед мирошка пока ел пролил на себя сок поэтому его переодели на пледик посадили он кушает да мироша распаковка от мирошки все радостный пацан да иди сюда сумку горит вот книжка это же книжка детская и пазлы давай куда киску будет детские салфетки это очень хорошая вещь а еще есть кто-то книжка пазл и салфетки да для маленьких ой зайка там а куда зайку правильно вставлять сам сможешь давай давай вот моя умничка кто это зая а это кто га-га-га здесь правильно не кря-кря га-га давай папе массажик рельсы рельсы палыш палыш нет все мы делаем в очереди друг другу вас на массаж его смотрите мы сейчас летим над монголией и вот тут вот пустыня гопи и какие-то небольшие холмы а вот так это выглядит с воздуха о молодец мирошка нового жителя строй разрыкаемся как можем а у нас смотрите что за окном что ледяная пустыня я вообще думал что весь наш полет пройдет световой день но на самом деле вот начинает темнеть скорее всего москву мы прилетим да уже будет темно а это мы пролетаем получается что там вдалеке у нас иркутск красноярск и вот как раз мы сейчас подлетаем к алтайю гора белуха новосибирск где-то где-то там алтай 75 процентов пути мы пролетели осталось и 2 600 километров скорость 900 походу ветер в попу побыстрее двигаемся и нам сейчас будут разносить ужин да мирошка о чем мы только не занимаемся ай-яй-яй какой у нас вкусняцкий ужин принесли да мирошка мирошка доволен здесь ветчина значит курица картошка еще овощи еще такой мини салатик булочка здесь какое-то масло еще приносят вот шоколадку марс очень крутя кстати на самом деле а я себе заказал и мальчишки себе взяли рис с говядиной 100 лет уже не ели говядину поэтому пусть будет говядина все нам приятного аппетита нам лететь осталось два часа 30 минут вот мы и на местности осталось дело за малым быстренько пройти паспортный контроль и прыгнуть в тачку и быстрее ехать поздравлять мамульку и делать ей сюрприз блин это будет круто фух короче вот так вот нагружены уже прям руки отваливаются всем паспортный контроль пошли очень долго прям вообще серьезно максимально долго коляску забираем надеюсь там ничего не вывалилась папа ой песеля перевозят огромного бедолага ждет хозяев все так вроде все нормально все прошли хорошо единственное что говорю постоянно никогда не занимайте очередь за такими большими семьями как мы это очень долго ребят поверьте все мы даже уже почти в городе взяли такую телегу чтобы мирошку посадить в коляску не знаю кто как дети довольны дубак дубак вообще слушать еще снег идет мы вышли ждем брата просто крутотень в кроксах брательник встретил правда не туда заехал и теперь вот мы идем вот так вот дубаки камера замерзла даже уже пока мы ждали а вон машину на варихе с возвращением с теплого тачика ребята приезжать холодную зиму это же коротко о том как я взмерз все мы только дошли до этого для машины и все отморожение рок у меня значит десять с половиной часов в самолете и еще час пятнадцать дороге обожаю москву вот кавычка мне кажется что мы легко перенесли вот десятичасовой перелет только благодаря тому что мы постоянно катаемся на машине и нам 14 часов в дороге от нормально от москвы до краснодара мы так всегда ездим в одну ход но единственное что я соскучал потому что обычно там на дороге а тут пришлось какие-то фильмы смотреть в целом конечно клево ладно все видим вам поздравлять и я сюрприз ну-ка скажешь привет первый раз значит на платке мы м-1 а не надо все извините я нечаянно ребенок нажал все поехали здесь короче берешь что он а он когда я к вам ехал у меня сам выдал да зацоматом свой хрусталон берешь такое мы еще не видели я всегда угораю над платными дорогами зимой ладно это заплатил денег чтобы у тебя была вот такая не чищенная на хрен дорога как это работает вообще и тут я в шоке 10 километров мы проехали ну 11 420 рублей отстегнули за нечищенную дорогу без фонарей представляете последний раз мамин день рождения мы отмечали все вместе то есть мы были с настенкой темка был мирошка был мирошка был а родик был мир еще не было вовка сорян с женой это был двадцатый год то есть три года мы не отмечали совместно все как-то на удаленке да вот и в этом году прикиньте какой подарок мы делаем что мы прилетели просто все за сегодня пол планеты облетели и прилетели надеюсь это мама будет рада такой сюрприз что может быть лучше привести себя и детей внуков что скажете в комментариях мамин красавчик уже стоит там они где-то уже идут да конечно ой 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 кто там кто там кто там привет с дам рождения мы посчитали что лучший подарок вот и проснулся что летел страны с той стороны надо это да родиона забирай может той стороны вот вот так вот надо делать все в сборе спустя три года ладно все домой а то мы мерзнем у нас уже накрытый стол смотрите вот настоящие традиционные именины как в детстве только тогда гости не приезжали из другой части планеты а теперь приезжает так ладно самое главное что вот подарки виде фруктов у нас доехали мы сейчас быстренько это все дело будем дать мамуля довольна вот они цветы жизни дети цветы жизни внуки тем более поэтому вот рожайте женщины розы рожайте просто по нашему тайскому времени сейчас сколько часов двенадцать ой два ночи да уже по тайскому трендец темка это тот человек который всю дорогу терпел не спал вообще все вырубились а темка спал и говорит нет я еду бабушкой с дедушкой мамуль давай мы тебя поздравим давай мы тебя поздравим сразу с днем рождения тогда вставай за стол вы же поляну тут накрыли давай тем поздравили чтобы она не разбилась ничего не понялись то ты кулюк интересный интересный какой-то подожди я надеюсь чтобы она там ничего там никто не выпрыгнет не надо вырубили это вы прилетели короче что видишь мусор привез это не мусора это я что вон ты нарежу в конкетит вот это мыло бабушка тебе такое мыло ты какое мыло хорошее вот смотри он даже вот пленки ой спасибо мать сумочка такая не она из Краби это провинция провинция Краби город Краби вау а где там маленькая у тебя спасибо большое там и чё что есть так как Дед Мороз так он еще Дед Мороз а еще что-то есть ну я сам уже сделала мам мы подойдите подойдите это как говорится от нас от всех здесь пробуй наслаждайся это что такое ну смотри Мироша тихо это для ног а там тут теплята это для ног штука ну это вообще очень крутые штуки это конфеты с дурианом посмотришь с дурианом да ну и здесь вот мы все боялись вообще пропустить это вот тебе прям прямиком 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 мы все боялись что бананы испортят почти доехали не ты ты понюхай понюхай как ананас пахнет настоящий ананас должен быть да у нас нужно нужно обязательно съесть манго вишену черней да а это корзинка ребятам уже все всем подарки а теперь мы садимся отмечать вырубаем камеру поэтому все мы долетели как вам такой сюрприз пишите в комментариях лайк заряжайте все увидимся в следующем выпуске ребятки мамульку там поздравляйте с днем рождения в комментариях я ей все потом прочитаю да нифига у них еще такие а потом вот в этой штуке кетку будешь возить всем рождение спасибо большое муааа отеля да красави presя habla тихо красави муааа вкус вот air да